Присаживайтесь. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, приветствую вас в нашей республике, в нашей столице. Я хочу отметить, что мы очень высоко ценим в вашем присутствии сегодня здесь, в нашей стране. И это очень важно для нас продолжать, не только продолжать, но и, учитывая особенности текущей ситуации, углубить наши контакты и каналы взаимодействия, чтобы преодолеть ту ситуацию, которая сложилась у нас в стране и в общем регионе. Хочу поблагодарить российских коллег за ту поддержку, которую мы оказывали в течение не только военного кризиса, но и во время коронавируса. И вообще, я думаю, что все мы в это время, в течение последнего месяца особенно чувствовали поддержку Российской Федерации и те дружественные и союзнические отношения, которые есть традиционно между нашими странами. Сегодня у нас довольно-таки большая повестка обсуждений. Я уверен, что мы придем к решению очень многих вопросов, не только текущего характера, но и стратегического характера, потому что военно-политическая ситуация в нашем регионе изменилась ввиду известных обстоятельств и событий. И я думаю, что нам нужно еще раз сверить наши стратегические видения по поводу ближайшего и стратегического будущего. И я уверен, что по этому поводу у нас в целом общий взгляд и общие планы. И мы сегодня в итоге сегодняшних переговоров должны это констатировать. Спасибо. Уважаемый Николай Владимирович, уважаемые коллеги, прежде всего мы бы хотели передать вам приветы и наилучшие пожелания от президента Путина, от представителей правительства Мишустина. Мы здесь находимся по решению Владимира Владимировича. Вы обсуждали с ним повестку дня наших сегодняшних встреч. Также вы с Михаилом Владимировичем Мишустиным говорили об этом визите. И мы заинтересованы в том, чтобы сегодня, как вы и сказали, уважаемый Николай Владимирович, посмотреть на весь комплекс наших отношений в ситуации, когда после затяжных переговоров было принято заявление трех лидеров Армении, Азербайджана и Российской Федерации от 9 ноября, которое положило конец кровопролитию и создало возможности для стабилизации обстановки во всех ее измерениях, включая гуманитарную. Вы знаете, что наши миротворцы активно занимаются выполнением этой договоренности, включая оказание гуманитарного содействия. Мы сегодня также обсудим вопросы, которые связаны с создаваемым Межведомственным центром гуманитарного реагирования. Это тоже новая структура, которая будет целиком работать на удовлетворение нужд гражданского населения, восстановление гражданской инфраструктуры. И, конечно же, текущие вопросы нашего экономического взаимодействия, взаимодействия в сфере энергетики сегодня будут обсуждаться в соответствии с той программой, которую наши армянские хозяева нам любезно приготовили. Я также отмечу, что мы активно работаем с международными организациями, со структурами ООН, такими как Управление комиссара по делам беженцев, программа развития, Всемирные продовольственные программы, Детский фонд ООН, ЮНЕСКО и Международный комитет Красного Креста. Со всеми этими организациями, с их руководителями мы вступили в контакт. И сегодня также будем готовы обменяться мнениями о том, как оптимально организовать их вклад в решение тех проблем, которые сейчас необходимо рассматривать и регулировать. Мы признательны за теплый прием традиционный в Ереване и благодарим вас и подтверждаем нашу поддержку братского армянского народа. Мои коллеги, с вашего позволения, будут готовы представить наши подходы к различным аспектам экономического, энергетического и гуманитарного взаимодействия, включая, конечно же, наши общие усилия по борьбе с последствиями коронавирусной инфекции. Спасибо вам еще раз.